МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Гол бульдозером в Чебоксарах прошел чемпионат операторов Четра. Внеплановое отключение в домах на южном поселке почти месяц нет горячей воды. Невзирая на преграды, всероссийская спартакиада детей-инвалидов по зрению выходят на финишную прямую. Сегодня в Пензе прошло заседание Совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе. Руководители федеральных региональных структур, главы субъектов России, представители общественных организаций, обсудили вопросы стимулирования роста экономики, увеличения налогового потенциала и совершенствования межбюджетных отношений. Видеоматериалы заседания предоставили нам коллеги с ГТРК «Пенза». Изменения федерального законодательства приводят к значительному увеличению расходных обязательств регионов. Вместе с этим такие решения необходимы для повышения качества жизни граждан, а значит требуют мобилизации финансовых ресурсов. К примеру, для ликвидации второй смены обучения расходы на ремонт и переоборудование школ выросли почти в шесть раз по сравнению с 2014-2015 годами. Немало средств потребуется и для выполнения поручения Владимира Путина об увеличении МРОД. Глава Чуваши Михаил Игнатий в ходе заседания внес ряд предложений по повышению устойчивости бюджетов и совершенствованию межбюджетных отношений. Участники Совета выработали рекомендации правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти регионов Приволжского федерального округа. Кроме того, руководители субъектов обсудили и направление дальнейшего сотрудничества. Мы с Пенской областью дружим давно, на взаимовыгодной основе обмениваемся делегациями в научно-техническом, культурном, реальном секторе экономики и в социальной сфере. Образование, здравоохранение, культуру, спорт. У вас здесь лучшие практики, у нас здесь лучшие практики. В Чубаксарах выбрали лучших операторов промышленной техники. Чтобы завоевать призовые места, им было необходимо продемонстрировать виртуозное вождение бульдозеров на скорость. Всероссийский чемпионат показал, как развивается машиностроение в республике. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Для многотонных машин это высший пилотаж. Участникам Всероссийского чемпионата было необходимо пройти змейку между конусами и сбить ковшом мече. Из кабины бульдозера операторы должны просчитать каждый миллиметр невероятная точность. За призовые места боролись настоящие профессионалы из Москвы, Калининграда и даже Дальнего Востока. Многие из них управляют бульдозерами и тракторами десятки лет. В финале тройка лучших операторов. Первое место на пьедестале почета занял представитель Свердловской области. Чемпионат операторов промышленных машин в республике прошел впервые. Понаблюдать за гонкой виртуозов пригласили и постоянных заказчиков, чувашских бульдозеров и тракторов. На полигоне показали все, на что способна спецтехника. Сейчас она работает в более чем 40 странах мира на добыче природных ископаемых и строительных объектах. До декабря техника законтрактована. То есть идет сейчас работа уже по 2018 году. Поэтому я надеюсь, что все будет нормально. Какие встречи полезны, я думаю, первый всероссийский чемпионат не последний. И в следующем году тоже увидим здесь участников данных соревнований. Слухи о банкротстве концерна тракторные заводы в правительстве пока не подтверждают. В региональном Минеке отмечают, что если даже такая процедура будет введена, то процесс производства машин не приостановится. Это не выгодно ни кредиторам, ни акционерам. Сегодня руководство страны и внешнеэкономы, как основной кредитор, они прекрасно себя, прекрасно осознают о том, что загрузка предприятия не имеется, заказа действительности и потребности в этих заводах имеются. Наши предприятия, находящиеся на территории республики, они наиболее подготовлены к современной экономике, если сравнивать даже по отношению к другим предприятиям, входящим в концерны. Это и с Алтаем, и с Владимиром, и с другими регионами. Предприятие, безусловно, удастся сохранить в любых сечениях обстоятельств. Предприятия концерна и в Чебоксарах, и в Канаше наращивают объемы. В ближайшее время будет подписан контракт на производство 5000 вагонов. Повышаются спросы на бульдозеры. На промтракторе уверены, что тяжелые времена в прошлом. Мы можем производить порядка 80 бульдозеров в месяц. Начиная с мая месяца, на сегодняшний день мы уже произвели 86 машин, включая экспортные поставки. И до конца года мы планируем, и уже, можно сказать, законтрактовали и продали. Это порядка 178 единиц. Оптимальные планы на перспективу производства 30 машин в месяц. Впрочем, уже в ближайшие годы здесь намерены преодолеть эту планку. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. В канун Дня пожилых людей мы с особой теплотой вспоминаем поколения наших дедушек и бабушек. Они для нас пример жизненной стойкости и человеческой мудрости. Сегодня представители Женсовета столицы поздравили с праздником педагога-ветерана Валентину Ивановну Швареву. Мы, Женсовет города Чебоксары, пришли к вам поздравить вас с прекрасным таким праздником. Спасибо. С праздником мудрости, добра. Валентина Ивановна проработала в сфере образования 45 лет. Начинала воспитателем, а потом долгие годы заведовала детским садом номер 176. Коллектив подбирала под себя, считая, что случайных людей в их деле быть не должно. Настоящий педагог должен быть добрым и прежде всего любить детей. Если не любит детей педагог, это не педагог. Любовь должна присутствовать. Любого ребенка нужно любить. За чаепитием Валентина Ивановна рассказала гостям, как вместе с коллегами разрабатывала новые образовательные методики. Как старалась закалять детей, вкусно их кормить, развивать их творческие способности. Ведь ребята проводили в саду целый день. У Валентины Ивановны немало грамот и медалей. Родители и дети до сих пор вспоминают ее добрым словом. Сегодняшняя встреча тоже станет еще одной памятной страницей. Ой, спасибо большое за то, что вы меня приехали поздравить с таким большим чудесным праздником. Я благодарна всем вам, всему женскому совету. Александра Иванова, Елизавета Зайцева, Сергей Адушкин, Республика. Сезон тазиков и кастрюли, когда приходится жить без горячей воды, для большинства чебоксарцев заканчивается летом. Однако для нескольких домов на южном поселке столицы Чувашии он затянулся. Подробности Ольги Пырычкиной. Большинство жителей Чебоксар с нетерпением ждет, когда дадут отопление. А жители нескольких домов по улице Сапожникова ждут хотя бы просто, когда дадут горячую воду. С 4 сентября из кранов течет только холодная вода. После прогулки с внуком Зинаида Сандакова первым делом ставит греть воду. Не для чая, а чтобы помыть руки. Когда горячую воду отключают летом, в жару это одно. А когда на улице 5 градусов, холодная вода становится просто ледяной. Сколько нужно кастрюлек таких, чтобы искупать? Ну, 3-4 кастрюльки. Это когда маленького ребенка купаем. А вот если пожилого человека, это вообще практически невозможно. И в ванной очень холодно. Потому что когда есть горячая вода, там вот эта змейка, она обогревается. Даже ребенку вот посушить, где носочки, где там трусики. А в ванной очень холодно. Ну, пойдемте сейчас ручки пойдем мыть. Теплые водички. Вот с кухни принесли теплую водичку. Кастрюльками нагрели и ручки помыли. В такой же ситуации жители четырех домов. Здесь живут в основном молодые семьи, много детей. С начала месяца нет горячей воды. Обещано было 13-го числа. Но до сих пор, как видите, нет. Жители все возмещаются, все болеют. Несмотря на то, что дети маленькие и взрослые все. Прежде чем позвонить на телевидение, люди обошли все инстанции, которые имеют отношение к снабжению горячей водой. Никто ответов дать не может, но все открещиваются междометиями. То есть мы разберемся, мы вам позвоним. Перенаправили наше письмо к государственной жилищной инспекции. Впоследствии государственной жилищной инспекции прислали ответ. Они перенаправили это письмо в адрес администрации города Чебоксары. Между тем, проблема находится буквально в нескольких метрах. Дело в том, что по улице Магнитского достраивают новый дом. Чтобы подключить его к коммуникациям, здесь ремонтируют сети от котельной. Подрядная организация «Сельский комфорт» обещала 13-го сначала, но в связи с тем, что возникли технические нестыковки, трубы большего диаметра не укладывались в старые лотки. Пока принимали новые решения, по этому времени ушло чуть-чуть. Пока подрядчик не решит эту проблему, в доме не смогут подать не только горячую воду, но и отопление. А согласно прогнозу, теплее в ближайшее время не станет. Впрочем, пока готовился материал из столичной администрации, в администрацию Калининского района пришло распоряжение возобновить горячее водоснабжение не позднее воскресенья 1 октября. Как оно будет выполнено, наш телеканал обязательно проверит. Ольга Пырышкина, Расиль Мухаммедов, Республика. Главному печатному изданию Чебоксарского района газете «Тывангень» 85 лет. На праздники побывала и наша съемочная группа. Вот так, песнями и танцами сегодня встречали сотрудники газеты своих гостей, коллег, читателей и критиков. В честь юбилея решили устроить настоящий праздник. В одном зале встретились сразу несколько поколений работников издания. Газета для меня сегодня значит праздник. Вот поэтому я считаю праздником, я надеялся по всем правилам. Вот что такое для меня «Тывангень», поняли? Значит, уважаю. Самое главное, надо сказать, он мне помог настоящим человеком стать. «Тывангень» коллектив чем замечательный? Там работают молодые специалисты. Их невоз средний составляет 36 лет. У них все образованные люди. Смекалости, хорошие, развитые, общительные. Менялись времена, менялись названия. «Тывангень» или «Краем родным» она стала с 1991 года. На страницах газеты «Вся жизнь района». Важные события, люди. Сегодня в редакции работают всего 9 человек. Штат небольшой, но это уже сплоченная команда, всегда готовая порадовать своего читателя интересными материалами. Тираж газеты в почти 3000 экземпляров. Жители Чебоксарского района уже знают, что каждую пятницу в киосках появляется свежий выпуск на 12 полосах. С 2000 года газета «Тывангень» стала выходить и в электронном виде. И она сразу нашла своего читателя. Теперь ее можно читать на любом носителе. Компьютере, планшете и даже телефоне. Так что с уверенностью можно сказать, что проверка временем состоялась. Для меня эта газета была и до сих пор остается самой любимой газетой, потому что это освещает нашу жизнь, простых людей, стариков, детей, литературной страницы. Это удивительная газета. Удивительная газета. Спасибо им, работникам. Газете без 5,90. И пусть скептики говорят, что век печатных изданий уходит в прошлое, в Чебоксарском районе выписывают и читают свою любимую районку. В Чебоксарах после капитального ремонта открылась музыкальная школа имени Ходяшевых. Сегодня здесь начался новый учебный год. Для юных дарований создали комфортную среду. Просторы для творчества в стенах музыкальной школы стало больше. Учебное заведение получило более 500 квадратных метров из муниципальной собственности. В 1992 году переехала музыкальная школа и где-то 716-715 квадратных метров было. А на сегодня мы расширились. И еще значит еще где-то 500 квадратных метров. Итого получается простая арифметика 1300 где-то квадратных метров. Это о чем говорит? Это говорит о том, что новые, новые малыши придут талантливо. Не талантливых людей нету. Особенно касается это наших детей. После ремонта количество мест увеличилось. Была решена и проблема нехватки классов. Здесь обустроили хоровой и оркестровый залы, специальный фойер для отдыха, гардероб. Своё отдельное помещение появилось и у музея семьи композиторов Ходяшевых. Переменам рады все ученики. Раньше школа была более маленькой, старой, потому что ее уже давно построили. И тут даже моя мама училась. А сейчас ее улучшили. Она стала больше, лучше, красивее. В школе имени Ходяшевых учился исполняющий обязанности главы Чебоксар. Николай Владимиров говорит, что нынешнему поколению учеников можно только позавидовать. На новоселье ребята получили немало подарков. Для школы приобрели комплект новых музыкальных инструментов. Появились новые инструменты. Конечно, дух захватывает, когда ходишь по этим помещениям. И рад, что сейчас наше молодое поколение, наши дети, наши жители города Чебоксар могут заниматься в таких хороших современных условиях и с хорошими музыкальными инструментами. Но я не хочу сказать, что в наше время были плохие музыкальные инструменты. Когда я здесь учился, тоже был. Вот я учился играть на аккордеоне. И даже в то время присутствовал немецкий аккордеон, вельтмейстер, на котором я занимался. В следующем году ремонт музыкальной школы продолжится. Необходимо обустроить фасад здания. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин. Республика. Творческое развитие детей необходимо для личностного роста. Началом учебного года более 70 тысяч юных чебоксарцев будут посещать различные кружки. Наша съемочная группа побывала в Доме творчества Московского района. Преподаватели Дома детского творчества стараются передать своим подопечным все самое лучшее. Дети, сами того не замечая, раскрываются в своем любимом занятии. В вокальной студии «Ассоль» идет подготовка к Дню пожилого человека. Звонкие голоса и искренние улыбки – лучший подарок для зрителей. Без танцев тоже не обойтись. Грация и пластика всегда вызывают восхищение. Юные танцоры отрабатывают очередной хореографический номер. Пока дети увлечены процессом, мамы и бабушки тоже находят себе занятия. Пока мой ребенок находится на танцах, я вот здесь занимаюсь небольшим, скажем так, творчеством. Получая какие-то навыки по изготовлению. В данном случае мы готовим маленькие открыточки, посвященные Дню пожилых людей. Проект «Родительская гостиная» оказался одним из самых востребованных и нужных. Мы предлагаем и занимаем и увлекаем родителями различными направлениями, деятельностями. Это бывает у нас, они и рисуют, и вырезают, и что-то лепят своими руками. Мы в это свободное время проводим профилактические беседы о здоровом образе жизни, о семейном уюте, об этикете, об эстетике. Я думаю, что это все идет на пользу. В Доме творчества Московского района реализованы десятки проектов. К примеру, сетевое взаимодействие со школами позволяет детям осваивать две дополнительные общеобразовательные программы в течение учебного года. Руководство уделяет большое внимание социальным темам. Так удалось воплотить в жизнь проект «Экопланета-21», «Доброград», «Тропа здоровья» и другие. Участие родителей в формировании обучающей программы приветствуется. Управление образования несколько раз в год проводит анкетирование. Узнает мнение родителей о том, какие направления в дополнительном образовании интересуют их. То есть, например, в этом году, допустим, огромное количество голосов родители отдали техническому направлению. Городские власти поддерживают такой интерес. В Доме детского творчества уже создана инновационная площадка «Бюро информационных технологий». Юные гении представляют свои разработки далеко за пределами Чувашии. Модель истребителя Як-3 Дмитрия Лисаева оценил Владимир Путин. С момента той встречи прошло два года. Она вдохновила мальчика на создание новых проектов. Я заинтересован больше авиамоделированием и радиотехникой. Также я еще интересуюсь 3D-моделированием. Вот из-за этого мне хотелось создать что-то новое и необычное для меня. Также я делал еще термин «вокс». Это музыкальный инструмент, до которого музыкант во время игры не дотрагивается руками. Для того, чтобы на нем играть, нужно просто поднести руку к антенне. Учреждения дополнительного образования есть в каждом районе города. Поэтому кружки по интересам практически в шаговой доступности. И что немаловажно, каждый ребенок может посещать несколько кружков одновременно. Татьяна Филатова, Расиль Мухаммедов, Республика. Разговор на эту тему продолжим сразу после нашего выпуска. Смотрите программу «По существу» с начальником столичного управления культуры и развития туризма Людмилой Марковой. А пока о спорте. Легкая атлетика, плавание, дзюдо, мини-футбол и шахматы. Соревноваться в этих видах спорта в Чувашию приехали юные спортсмены с нарушениями зрения со всей страны. С подробностями Татьяна Трофимова. Сто метров брасом и пятьдесят бутерфляем. Воле к победе сильнее, чем на обычных соревнованиях по плаванию. Важно победить не только соперника, прежде всего самого себя. Щиты желтых отлично видно. Синюю линию на дорожке тоже хорошо видно. Поэтому, мне кажется, плохое зрение в моем случае нисколько не мешает. Тренер помогает, его советы. Я не думал, что так хорошо проплывал. Ты доволен результатом? Я доволен. Такой вид спорта, как плавание, благотворно влияет на всех детей. И ребята с нарушением зрения не исключение. Правила для них такие же, как и для обычных плавцов. Единственное, что отличается от некоторых, в нескольких моментах, что они должны проходить дистанцию в сопровождении своего тренера или наставника, делать повороты, выполнять повороты правильно, соответственно, и в правильном соревновании. Но для того, чтобы почувствовать, что он приближается к бортику бассейна, его кто-то должен ему обозначить. Касанием специального приспособления, касанием плеча или головы. В этом футболе нет офсайдов и аутов. Матчи состоят из двух таймов по 25 минут и 10 минут на перерыв. Команда из четырех человек и одного вратаря. Чтобы уравнять шансы, все игроки носят свето-непроницаемые повязки. Потому что кто-то видит чуть больше, а кто-то чуть меньше. Вратари все же должны быть зрячими. Также в каждой команде есть гид. Он стоит за воротами соперника и подает голосовые сигналы. Но главное отличие – мяч. Он меньше обычного, тяжелее и почти не отскакивает от земли. Внутри него трещетка, звуки которой не дают его потерять слабовидящим. Со мной выиграли нападающий, а так полузащитник. Сморел, играли. Трудно было. 5-1 проиграли. А первую игру выиграли 2-1. Две победы и одно поражение – это неплохой результат, считает тренер дагестанской команды. Именно футбол, который мы сейчас играем, мы начали развивать год-два уже, как только начали его развивать. И видно, что прогресс командный, уже есть прогресс индивидуальный. Каждый игрок прибавляет и организовываются тренировки. Выигрывают гранты для развития данного вида спорта. Я надеюсь, что в будущем наша республика, наша команда будет одной из лидирующих по России. И мы уже сможем такую конкуренцию составлять серьезную, таким серьезным командам, как Московская область, Мариэл. Всероссийская летняя спартакиада для детей с нарушениями зрения республика спорт проходит уже в 18-й раз. Главная ее цель – расширить круг общения детей. Кроме того, на соревнованиях тренеры выделяют способных детей, чтобы в дальнейшем готовить их в паралимпийский резерв страны. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами не прощаюсь. Увидимся через пару минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова